Я тут дико устал со всей этой историей в вишняках, не выспался, но кто-то должен вам выложить видео в 12, и давайте это буду я. Видео по мобильным, облегченным, низкобюджетным линейкам Intel получилось скучноватое, в этом я дам вам поменьше информации технической, просто сосредоточусь на отдельных каких-то нюансах некоторых процессоров. Итак, у нас с вами общее образовательное видео по низкобюджетным и мобильным процессорам от AMD. Начнем мы с Duron, о Duron мы с вами уже говорили, он появился вообще в 2000 году, в 2004 году перестал выпускаться, но нужно его сейчас упомянуть, потому что он был все-таки крутой мобильный процессор. Отличался он от их в тот момент рядовых процессоров Atlone и Atlone XP, уменьшенным кэшем второго уровня, а в следующих поколениях Duron еще и частоту системной шины урезали немножко. Интересно было то, что у Duron кристалл был никак не защищен от сколов, я вам поэтому сделал такую картинку, и неправильное крепление кулера могло повредить кристалл. Это потом уже они добавили на саму вот эту вот платку 4 вот эти вот подушечки по краям, которые подстраховывали процессор. В первых версиях Duron ее не было, и кулер мог скалывать куски прямо вот этого камня по краям, на котором вы сейчас видите написано AMD Duron. Причем иногда Duron продолжал прекрасно работать с большими сколами, и иногда незначительные сколы приводили к полному выходу из строя процессора. Теперь нужно вспомнить еще и Simpron. Simpron у нас был таким прямым конкурентом Celeron от Intel, и он предназначался именно как десктоповый процессор для недорогих компьютеров. Было много архитектуры Simpron, и я вам сейчас просто покажу две первые архитектуры, в которых появились интересные технологии. Значит, в технологии Paris в 2005 году, которая была создана, появился NX-Bit. Этот самый NX-Bit – это расширенная защита, расширенная антивирусная защита. У Intel была такая, у AMD была такая, у еще пары производителей процессоров тоже была такая технология. Суть ее в том, что включенный вот этот вот бит, у нас здесь сейчас открыты опции BIOS, в котором как раз-таки этот бит включается, позволяли запрещать выполнение кода на страницах оперативной памяти, которые были предназначены для данных. Если эта опция была отключена, то можно было переполнить буфер памяти фиксированной длины, и потом выполнять там некоторый код, который мог привести к тому, что компьютер оказывался полностью под контролем злоумышленника. Нужно еще отметить то, что как у Intel-овской технологии, так и у AMD-шной технологии все вот это вот реализовывалось на уровне еще операционной системы. То есть, если операционная система не поддерживала соответствующую технологию, это Depth, Data Execution Prevention, кажется, то в этой опции не было никакого смысла. Опять же, эту технологию придумал не AMD, даже раньше Intel этим начал заниматься, но Intel это были исключительно такие программные попытки, а вот этот NextBit это уже серьезное такое решение. Тогда же в 2005 году стали выпускать 7PRON с ядром Palermo, и можно было прочесть то, что начиная с такого-то степпинга, там использовались какие-то технологии. Например, со степпинга E6 процессоры 7PRON с ядром Palermo поддерживали инструкцию AMD64, то есть были 64-битными. То есть, мало того, что вам нужно знать, какой у вас процессор, какое у него ядро, нужно знать еще и степпинг. Степпинг это, как в Википедии написано, номер версии изделия, то есть просто банальный релиз. И в зависимости от того, какие были релизы, меняется название этого степпинга. Если релизы незначительные, то они меняются по цифрам, например, A0, A1, A2, A3. Если релизы меняют существенно процессор, то они называются уже с A0, потом называются B, C, D и так далее, то есть по буквам. Дальше мы с вами 7PRON рассматривать не будем, там просто улучшалась просто их характеристика, частоты росли, размеры кэша, частота шины и так далее, ничего особенного. Мы теперь немного поговорим об ATLON-ах, потому что на тот момент у AMD уже был флагман не ATLON, а FENOM, и ATLON потихоньку стал сдвигаться в сторону бюджетных, низкобюджетных процессоров. Так вот, нужно сказать то, что ATLON X2, мы уже о нем говорили, он отличался тем, что впервые стал поддерживать набор инструкций SSE3, это был набор инструкций, с которыми работал только Intel до этого, и поэтому можно было запускать приложение, написанное под Intel на этом процессоре ATLON. И также упомянем с вами ATLON II, это уже технология K10.5, точно так же бюджетная альтернатива более дорогих FENOM, причем интересно, что FENOM их на тот момент флагманы были 2, 3, 4, 6-ядерными, а ATLON и вот эти вот вторые, одно, двух, трех и четырех ядерными. Первые версии этих ATLON II представляли собой тот же самый FENOM II, только без кэша L3, вторая часть таких процессоров была тем же самыми FENOM, но с отключенным видеоядром. К видеоядру мы с вами сейчас еще вернемся. Нам нужно еще с вами поговорить вообще о линейках AMD Mobile, раз мы говорим о мобильных платформах. И тут я уже не стал делать отдельный слайд, есть AMD Turion, это как раз торговая марка AMD для мобильных процессоров, которая отличается прежде всего низким энергопотреблением, соответственно меньше греются, меньше тратят батарейки и так далее. И здесь у меня по годам просто представлены их платформы. По сути это то, что AMD противопоставлял интеловским Центрино. Напомню, у нас есть с вами Центрино, платформа от Интела, которая представляет собой процессор, чипсет и мобильный Wi-Fi адаптер. И вот вместе эти три устройства, так скажем, представляют собой платформу Интела. То же самое было у AMD Mobile, разве что без Wi-Fi адаптера. Значит, первая платформа появилась в 2003 году, это было три процессора Mobile Simpron, Mobile Athlon и Turion 64. И в дальнейшем у них как раз вот все эти линейки так и звучали. Mobile Simpron, Mobile Athlon и Turion. В 2006 году с платформы Kite они стали поддерживать Wi-Fi адаптеры. Официально в 2003 их платформа этого еще не делала. В 2007 Kite Refresh они стали понимать гибридные диски, они стали понимать видеостандарт HDMI. И дальше потом с каждой платформы они просто начинали понимать все новую память, новые видеостандартные, новые технологии и так далее. И мы когда с вами говорили об обычных процессорах в 2000-х, 2010-х годах, я как-то совсем забыл упомянуть об AT. AT была самостоятельной канадской компанией, которая выпускала видеопроцессоры и, ну, соответственно, видеокарты. И в 2006 году AMD их купил и сделал своим графическим подразделением. При этом продукция еще года до 2010-го продолжала выпускаться под брендом AT, а потом только под брендом AMD. От старого AT для видеокарт остался только бренд Radeon. Так вот, в 2009 году AMD создали пробную версию процессора со встроенным графическим ядром, отдельным графическим ядром. Суть этого проекта заключалась в том, что обычный процессор CPU объединяли с графическим параллельным многоядерным процессором GPU. В результате снижалось общее энергопотребление, снижалась цена системы, в целом построенная на этих технологиях была унифицирована вообще технология работы с таким процессором. И стало возможным создавать такие компактные, облегченные системы, в которых не нужна была плата для северного моста на материнской плате, и можно было спокойно использовать вот эти вот процессоры для задач, которые не требуют какой-то производительной графики. Но это уже больше нюанс разработанных материнских плат, о которых мы пока с вами не говорим. Надо вам сказать то, что Intel вот это вот объединение GPU с CPU задумал позже, чем AMD, но реализовал раньше. Но мы об этом уже будем говорить, когда будем говорить о современности, о 2010-х годах. Спасибо, что смотрели. В следующий раз у нас по железу будет видео опять же в субботу и в воскресенье. А я, пожалуй, отосплюсь. Всего хорошего.